В средней школе номер 44 присвоено имя Халыка Хармане Рахимжана Кашкарбаева. В этом году герою Второй мировой войны исполнилось бы сто лет. Напомню, 30 апреля 1945 года Рахимжан Кашкарбаев вместе со своим сослуживцем Григорием Булатовым установили красное знамя на стене Рейхстага. Подробности в нашем следующем материале. Сегодня в столичной школе номер 44 празднично. Прямо у входа в здание играет военный оркестр. Теперь это образовательное учреждение носит имя Халка Хармана Рахимжана Кашкарбаева. Ученики нашей школы гордятся именем нашего героя. И сегодня мы своей миссией нашей школы сделали патриотическое воспитание всего нашего подрастающего поколения. Сегодня открылась мемориальная доска в честь нашего национального героя. И открывается кабинет начальной военной подготовки патриотического воспитания имени Рахимжана Кашкарбаева. На родине Рахимжана Кашкарбаева знают, помнят, им гордятся. Ведь именно он в апреле 1945 года во время штурма Рейхстага вместе с рядовым Григорием Булатовым водрузил над Рейхстагом первое знамя победы. Родные говорят о подвиге Кашкарбаев вспоминать не любил. Война для него – годы испытаний и трудностей. Когда у него его расспрашивали, он никогда тактично прерывал разговоры о войне. Не хотел вспоминать, ну я не знаю, не хотел вспоминать, что такое война, не хотел, чтобы мы видели это, не хотел, чтобы слышали даже. Его последние слова были, я сделал свой долг, долг перед Родиной, перед страной. В этом году в Казахстане отмечают столетний юбилей Рахимжана Кашкарбаева. В рамках круглой даты открывают выставки о жизни ветерана Второй мировой. Совсем скоро установят бюст героя на его малой родине в селе Тайтубе Акмолинской области. В рамках празднования столетия Батыров, Халк Кахармана, Сагадат Хожакмеш, Нурмагамбетова и Рахимжана Кашкарбаева в этом году принят комплексный план правительством носить имя героя Халк Кахармана. Дано не каждой школе, и поэтому мы выражаем огромную благодарность всех дирекциям этой школы и, самое главное, Министерству просвещения, что они в реализации данного программы. Примечательно ранее глава государства Касымжу Мартукаев отметил важность честования выдающихся исторических деятелей для укрепления общенациональной идентичности. Точно так же для нас сегодня такие фигуры, как Рахимжан Кашкарбаев, Бауржан Момшула, Талгат Бегельдинов, другие наши герои войны, они тоже являются определенными символами. Вторая мировая война, она изменила мир. И нынешний мировой порядок, в котором мы сегодня с вами живем, он сложился по итогам Второй мировой войны. И те люди, которые своими руками создали вот эту победу, сделали возможную победу над фашизмом, их, конечно, забывать нельзя. И для Казахстана эти фигуры являются символами. Символами того, что Казахстан участвовал во Второй мировой войне, что Казахстан внес огромный вклад в победу. Напомню, теперь орден Айбын третьей степени носит имя национального героя Казахстана Рахимжана Кашкарбаева. Ануар Абдрахманов, Арман Акшабаев, 24КЗ.